Книга открытым оком. Вопрос 673. Второй том. Тема Библия. Второе царство. Шестая глава. Двадцать третий стих. И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Второе царь двадцать один. Восемь. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саулу Армона, и Мемфи Восфея, и пять сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзииля из Мехолы. Как понимать эти стихи? Здесь ведь явное противоречие. Ведь в одном месте написано, что у дочери Сауловой нет детей до дня ее смерти, а в другой написано, что у нее есть пять сыновей. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Три последних слова я никогда бы не позволил себе сказать. Хотя бы и нашел противоречие. Вот в этом мы с вами уже отличаемся. Хорошо запомните, что у всей Библии автор Бог, и Он не может то сказать, то забыть. Второе Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. В первом стихе может быть не поставлено всего лишь одно слово – «от Давида», то есть «не было детей от царя». В другом случае говорится о детях, которые родились, когда оно было отдано другому мужу. И это дети не от Давида, поэтому нет никакого противоречия. Библия выражается очень кратким, сжатым языком. Библия выражается очень кратким.